Это помещение, где сейчас располагается больница номер 4, больше напоминает дом скорби, нежели место, где возвращают к жизни. Стены трещат и просвечивают насквозь, крыша протекает, того и глядя рухнет на головы больным. Продолжать лечение в таких условиях становится просто невозможным. В связи с этим всех пациентов в больнице решено перевести в другие клиники. Пациенты перераспределены на 10-ю больницу, Канавинский район, это в части терапевтических больных. Эндокринологические больные пойдут в 13-ю больницу. В ближайшем будущем будет пущен новый корпус 30-й больницы, это наш еще один резерв. То есть часть пациентов мы перенаправим туда, никакого дефицита в оказании помощи пациентам не будет. Сотрудники больницы без дела не останутся, им уже предложили новое место работы. У нас в этой больнице, от этой больницы есть довольно-таки крупная поликлиника, где процентов 80 персонал у нас переходит в поликлинику, так как там были вакансии. Остальные с удовольствием берут другие лечебные учреждения. Саму больницу номер 4 ждет строительная экспертиза, в ходе которой специалисты выяснят, возможно ли ее дальнейшая реконструкция. Имеет место разрушение фундамента, явное разрушение несущих конструкций. Надо отметить, что есть минусы и в самой проектировке здания, к нему просто не подъехать. Случись, что низкая арка ограничит возможность заезда машин экстренных служб, например, пожарного транспорта. А ведь качественное, а главное безопасное лечение – это самое главное.